Физкульт привет, друзья и ученики! В прошлый раз мы с Акселем показали вам, как он тренирует грудные мышцы. В этот же день он тренирует совместно с грудными и бицепсы. Кстати, я тоже часто совмещаю мышечные группы именно так, еще с тех пор, когда подсмотрел это у Дориа Наятса. Мне это очень нравится. Главное, грамотно сочетать эти тренировки в общем сплите. Вы помните, мы потренировали грудные, довольно-таки очень неплохо узнали парочку новых фишек. Грудные мышцы очень хорошо сочетаются с бицепсом. Если вы никогда не пробовали, советую вам попробовать. Пожали лежа, пожали гантели в суперсете с блином, сделали еще пэкдэк в качестве разминки для того, чтобы нагнать кровь. И в конце тренинга уже мощное отдельное упражнение, самостоятельное. После этого переходим к бицепсу. Начал аксель работать в тренажере фирмы Cybex. Это очень удачный тренажер, потому что позволяет регулировать положение кистей, как вам удобно. В принципе, один из самых удобно подгоняемых тренажеров под все ваши антропометрические характеристики тела. Но если у вас нет такого тренажера, не расстраивайтесь, смело выполняйте данное упражнение с гантелями. Возможно, оно будет для вас даже более эффективным, чем в тренажере. Первый подход, первые подходы здесь также разминочные для того, чтобы подготовить суставы, подготовить мышцы, связки, сухожилия, чтобы не было травм. Вообще, обращаю ваше внимание на правильную разминку. Если вы, к примеру, тренируете бицепс, у вас два или три упражнения, то разминку нужно делать только в первом упражнении. Во втором и третьем упражнении разминка уже не нужна, потому что мышцы подготовлены, суставы готовы, разогреты, связки тоже готовы. Теряя время на разминочные подходы, вы удлиняете время своей тренировки. Это одна из причин того, почему многие не укладываются в 50 минут тренинга, именно его силовой части. А вы помните, что для натуралов это крайне важно, и я всегда настоятельно рекомендую тренироваться именно не дольше 50 минут. У меня получается иногда и даже меньше. Что вам всем настоятельно рекомендую? Данная рекомендация относительно разминки относится ко всем другим мышечным группам также. Единственное, что вы можете делать во втором и третьем упражнении, это делать один подгоняющий под себя подход, когда вы просто даете прочувствовать траекторию движения и подобрать под себя оптимальный вес именно рабочего подхода на сегодняшний день. Отличный станок, напомню еще, Cybex. Именно его специально приобрели мы для тренинга бицепса, хотя у нас есть такой же станок еще и от Матрикса. Но единственное, там положение кистей не регулируется. Не забывайте, что бицепс это целиковая мышца и нельзя воздействовать на какой-то ее отдельный участок. Точно так же, как нельзя прокачать внутреннюю часть грудных мышц или внешнюю, верхнюю или нижнюю. Всегда будет работать мышца целиком. Если кто-то вам говорит о другом, то просто либо сам не знает, вводит вас в заблуждение, либо целенаправленно вводит вас в заблуждение. Единственное, что полезно, это менять положение локтя относительно тела. Я выбираю, когда тренирую бицепсы, таким образом, чтобы у меня упражнения не повторялись. Если локоть четко смотрит вниз параллельно телу, то следующее упражнение у меня будет, когда локоть относительно тела будет выдвинуть вперед, либо назад. Это важные моменты, на которые я обращаю внимание. Положение кистей на штанге или ширина хвата в тренажере определяется для меня только тем показателем, когда я могу осилить более высокий, более тяжелый вес. Потому что на самом деле тоже нет большой разницы на то, на какую головку бицепса вы воздействуете. На внутреннюю или внешнюю. Все равно будет работать вся мышца целиком. Здесь мы сделали 4 подходика. Два из которых были чисто разогревочные. Но остальные тоже подходы были на 12-15 повторений. Основная задача была нагнать как можно больше крови, подготовить бицепсы к тяжелой работе. Обращаю ваше внимание на то, что негативная фаза движения всегда должна быть медленнее, чем позитивная. Это обусловлено тем, что мышцы больше работают на самом деле в негативной фазе. И если вы быстро бросаете вес за счет силы тяжести, не опускаете вес за счет работы мышц, вы просто сами себя обкрадываете. Снижая эффективность от упражнения где-то на 50% минимум. Поэтому обращаю ваше внимание, вверх быстрое мощное взрывное движение и подконтрольное опускание веса вниз. Если этого не делать, то и эффект от упражнения любого, не только на бицепс, будет сильно сокращаться. К нам в зал пришли представители от гугла и пофоткали его на акселе заодно. Как вы уже догадались, следующее упражнение подъемы на скамье скотта, ЕЗ грифом. Тоже мой совет вам. Если у вас не болят кисти, используйте больше в работе прямой гриф. Почему это нужно? Потому что ни для кого не секрет, что помимо сгибания руки, бицепс отвечает еще за поворот кисти, за пронацию кисти. И когда вы работаете с прямым грифом, как раз таки вот эта его функция тоже включается. Если работать с ЕЗ грифом, то она выключается и нет такой степени воздействия нагрузки на работающие мышцы, конкретно на бицепс. Аксель предпочитает работать с ЕЗ грифом именно сегодня, потому что уже недалеко его соревнования. И он старается максимально уберечь себя от травмы. Мы же с вами, кто не собирается выступать на соревнованиях, можем позволить себе более серьезный тренинг на протяжении всего года. Ну, серьезный в кавычках, естественно. Потому что мы с вами не сидим на таких жестких диетах. Нам не нужно быть постоянно в форме, готовыми для фотосессий, видеосъемок. А профессиональные атлеты, которыми является и Аксель, вынуждены быть постоянно в форме, потому что в любой момент спонсор может послать его в любой участок Соединенных Штатов или даже мира на какую-либо фотосессию или видеосъемку. Все это прописывается в контрактах и обговаривается заранее. Люди знают в течение года или полугода, какое их ждет количество выездных сессий. Мне нравятся упражнения на бицепс, когда зафиксированы локти. Потому что мы можем здесь четко понимать, что работают именно бицепсы. Большинство людей, выполняя упражнения на бицепс, зная такое слово читинг, но не понимая его значения, раскачиваются всем телом. Кстати, по статистике, большая часть травм позвоночника, именно поясничного отдела, не от становых тяг, ребята, как думают многие, а именно от подъема штанги на бицепс. Потому что люди, как глисты в скафандре, используя непомерный вес, раскачиваются взад-вперед, выполняя упражнения категорически неправильно, не только с точки зрения безопасности, но и с точки зрения воздействия на работающую мышцу. Закидывая штангу наверх, а потом роняя ее. Отсюда травмы, отсюда отсутствие прогресса в росте мышц. Поэтому, всегда думайте головой. Бодибилдинг это работа мозга. Конечно, нужно быть сильным, поднимать серьезные веса, но к этому нужно грамотно стремиться. Но, вся работа заключается в голове. И есть такие специальные упражнения даже, я вам в предыдущих статьях и видео рассказывал об этом. Когда мы только мысленно представляем себе ту или иную мышечную работу, и мышца получает 30% нагрузки. Это сейчас используется, очень широко применяется в лечебной физкультуре, особенно где человек получил серьезные травмы. Для того, чтобы избежать полной аритмии мышечной ткани. Естественно, для этого же используются и аминокислоты BCA. Поэтому, кто бы вам что ни говорил, напомню. Аминокислоты BCA защищают ваши мышцы от катаболизма. Это доказано уже научно и широко применяется в лечении больных анорексией. Для меня это самый большой показатель, а не то, что говорит тот или иной специалист. А вот упражнение, которое вы видите сейчас, для меня является любимым. И я чувствую работу бицепса в нем, как нигде в другом упражнении. Очень шикарно вложится нагрузка. И вам остается только концентрироваться на работе. Медленно опуская и хорошо прожимая бицепс. Он получает колоссальную нагрузку. Также это упражнение можно использовать, когда вы работаете в статодинамике. Отличное упражнение. Кто никогда не пробовал, попробуйте. Старайтесь сильно не наклоняться. Использовать свой рост и скамейку, подгоняя друг по друга, чтобы вам было удобно. Сильно наклоняться не стоит, опять-таки, чтобы не перегружать поясницу. Да и больше вес можно одолеть, именно когда вам более удобно стоять. А согласитесь, стоять в наклоне менее удобно, чем в обычной своей позе. Поэтому мы используем не пюпитр, а лавку с изменяемым наклоном. Подняв ее практически на самый верх. Бицепс прокачивается очень хорошо. Шикарное кровонаполнение. Но самое главное, вы можете четко сконцентрироваться на работе мышц. В принципе, мы выполнили эти три упражнения. Бицепсы получили колоссальную работу, хорошую нагрузку. Попробуйте. Но если у вас уже есть стаж, как минимум, три года, вы можете использовать для бицепса три упражнения. Для большинства нехимических атлетов достаточно два, а то иногда и одно упражнение. Обычно я прокачиваю свои бицепсы именно одним-двумя упражнениями после больших мышечных групп. Иногда были периоды, когда я вообще долго не качал бицепсы. Но гарантирую вам то, что если вы сконцентрируетесь на прокачке именно крупных мышечных групп, ваши руки будут увеличиваться, даже если вы не будете делать специальные упражнения. Есть даже закономерность, которая выявлена не мной. Когда увеличивается вес вашего тела на 4 килограмма, рука прибавляет от сантиметра до полтора. У каждого это индивидуально. Но прибавляет... Следи за техникой и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях. Я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok